Приветствую вас любители рыболовных приключений! Уверен, у многих из вас уже давно реки сковало льдом и вы потестировали много интересных рыболовных насадок. В этом видео хотел бы вам показать, как таблетку для рыбалки, которая показывает феноменальные результаты, можно использовать в зимний период. Супер насадка! Погнали готовить! На эту насадку клюет вся абсолютно рыба в декабре. Не верите? Сейчас мы с вами приготовим и я вам покажу, как ее обожает вся речная и озерная рыба. Есть у меня специально обычные караси. Пойдем к ним, проверим и увидите сами, своими глазами, как рыба ее грызет. Итак, друзья мои, приветствую вас лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев! Здравствуйте! И вам гости моего канала! Кто первый раз зашел на канал, по-быстрому накидаю вам, чем мы тут занимаемся. Лучшие рыбаки присылают свои лучшие рецепты. Я их здесь, в этом рыболовном колизее, приготовлю. Все здесь тестируем и идем к карасям. Даем на пробу, потом у караси какую насадку предпочитают, то мы берем с собой на реки и озера и продолжаем тестировать там. В прошлом видео я показывал, как приготовить зимнюю уловистую рыболовную насадку при помощи таблеток Мизим Форте и при помощи куриного желтка. Люди писали, почему ты делаешь из желтка? Попробуй сделать из белка, ведь Мизим взаимодействие с белком вырабатывает аминокислоты. А аминокислоты что? Все верно, аминокислоты очень нравятся рыбам. Почему не нравятся? Потому что они дают сигнал, что здесь находится еда, рыба чувствует под водой аминокислоту, приплывает, видит нашу насадку. Хвать-хвать, рыба на берегу. Все просто и элементарно, друзья мои. Итак, написали людям, попробуй сделать не с желтком, а попробуй сделать с белком. Ну что ж, сказал я, наберем 500 лайков, я сделаю это видео. 500 лайков мы набрали, получайте видео. Я держу свое слово. Погнали готовить супер уловистую зимнюю рыболовную насадку, которая косит речную и озерную рыбу. Будет интересно. Начинаем. Значит, вот у меня обычное куриное яйцо. Сейчас мы его вот так вот при помощи ложечки разобьем и достаем. Белок отделяем от желтка. В принципе, как-то вот так. Отделили. И сюда ложим. Значит, вот такие вот таблеточки. Мезим форте 10000 я использую. На один куриный белок или желток достаточно одной таблетки. Потому что писали в прошлом видео, сколько надо добавлять в прикормку. Ну, в зависимости от того, сколько вы туда добьете яиц. Если я, по-моему, делал видео 5 яиц, добавлял на килограмм прикормки, значит опять таблеток. Одна таблетка на одно яйцо. Все, здесь я уже молоточком ее побил. Раскрошил. И мы теперь высыпаем. Некоторые писали что-то про какие-то таблетки, бетаин или что. Почитал я. Бетаин, это же я не знаю вообще, где такое может быть. Какие таблетки. Это свекольная сахарная патока. Обычная, которая продается в магазинах. Да и так я видел по объявкам разным полно этой сахарной патоки. Это, конечно, совсем не то. Здесь у нас вырабатывается аминокислота. И здесь никакого бетаина сахарной патоки у нас быть не может. Все, значит высыпал я таблеточку на один белок. Сейчас нам надо полчаса подождать, чтобы наша таблетка с белком вступила в реакцию. Как я рассказывал в прошлом видео, сейчас будет как конструктор лего соединяться, вырабатываться аминокислота, которая нравится рыбе. Дает ей сигнал, что кушать подано совсем скоро. Пойдем карасям, посмотрим, что они на это скажут. Полчаса пролетело, давайте готовить зимнюю насадку для ловли всей речной и озерной рыбы. Карп, карась, лещ, платва. Кстати, если это видео смотрят карпятники, они не дадут соврать, что аминокислоты в карповой ловле это очень и очень большая тема. Опытные рыбаки давно аминокислоты используют при ловле рыб семейства карповых. А семейство карповых это все речные и озерные рыбы. Ну, по крайней мере, почти все. Кто не смотрел мое прошлое видео, там я рассказывал, что есть одна интересная зимняя рыболовная насадка. Это берется куриный желток, берется обычная вата, надевается на крючок, желток взбивается ложечкой, макается вата в желток и опускается в лунку. Рыба отлично зимой на эту насадку реагирует. Но мы сделали в тысячу раз ее мощнее, так как аминокислота будет привлекать гораздо быстрее рыбу, нежели без нее. Вот такие у меня импровизированные крючки. Что мы делаем? Мы берем вату, сейчас мы наденем на импровизированный крючок, потом мы все это дело обмакнем в наш белок, который уже вырабатывает аминокислоту. И опустим нашим карасям, пусть отведают, посмотрим, подведем в конце итоги, что понравилось, не понравилось. Итак, на импровизированный крючок намотал я ватой, конечно, на зимнюю мормышку это будет все гораздо миниатюрнее. Итак, дамы и господа, процесс пошел. Обмакнул я вату в наш вот этот вот белок с таблетками зим. Пошлите карасям, дадим на пробу, посмотрим, что они думают по этому поводу. Итак, друзья мои, я, конечно, дико поражен. Караси шикарно отнеслись и к белку, который вырабатывал аминокислоту. Также он им нравится, как и желток. То бишь, вчера мы пробовали с желтком, караси отлично реагировали. Сегодня мы пробовали с белком. Такой же результат. А еще что я сделал? Взял обычный белок без вот этой таблетки и решил попробовать. Может без таблетки они тоже к нему отлично отнесутся. Вот, опустил воду и все. Караси кружат, плавают. Не хотят они, когда просто белок, когда не вырабатывается аминокислота. Вот такие чудеса, друзья мои. Итак, ладно. Желток потестировали, белок потестировали. Что нам осталось? Все верно. Теперь выясним, что лучше. Белок или желток? Желток или белок? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Караси на что будут больше реагировать? На желток или на белок? Есть у меня здесь два крючка. На один мы наденем насадку с добавлением желтка. На второй мы наденем с добавлением белка. Сюда и сюда будут по таблетке мизима. Так что набираем 500 лайков, как в прошлом видео. И завтра выходит видео, какая насадка сработает лучше. Желток или белок? Огромное спасибо всем за лайки. Огромное спасибо за комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь. Ведь только начало. Впереди битва рыболовных насадок. Все, друзья. Не болейте, не кашляйте. И помните, с канала Варболовное переключение всегда клево. Пока-пока. Пока.